А существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенно не важно, доктор Волощук СД. В одном из своих блогов о питерском рок-кафе Сайгон я размышлял о важности культуры, ее первичности по отношению к экономике и политике, так как именно культурные, эстетические, мировоззренческие и самое главное для меня, по крайней мере, нравственные взгляды человека определяют то, кто он есть в этом мире, чем он будет заниматься в этой жизни, кому и чему он будет служить, прогрессу или реакции, идти в будущее или тянуть нас всех назад в пещеры. В двух своих следующих стихотворениях я буду говорить именно об этом. В одном стихотворении в виде рассуждений радикала-революционера, движимого благородными мотивами и целями. И во втором стихотворении в виде рассуждений уже более прагматичного начинающего политика, выросшего из этого радикала, ну или перехватившего у него инициативу. На их написание меня натолкнули происходящие повсеместно, по всему миру, цветные революции, банановые перевороты и одно знаменитое выражение Томаса Карлэйля. Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи. Вот именно об этом два последующих стихотворения. И предваряя их, так же стихами скажу следующее. Ну вот опять кто-то меняет нам историю. Песни поет про эффективность баррикад. Потом опять меняются и мифы, и риторика. Все как обычно, как сто лет назад. Лишь антураж меняется во времени. Одежда, транспорт, макияж и телефон. Но точно так же рвутся к власти гении, что не успели хапануть и смыться за кордон. Первое стихотворение называется «Откровение революционера». Лишь только благородными мотивами мы объясняем свои действия всегда. Так мы устроены. Ведь человеки мы. Мы были честными перед собой тогда, когда мы еще были хомо сапиенс. Когда мы голые и телом, и душой, с набедренными бегали повязками, за самками, но большей частью за едой. Только тогда мы были очень честными. И не кривили мы тогда своей душой. И действовали очень откровенно мы. Раз очень хочется, значит и стыд долой. Это потом культура нас испортила. Мы научились свою низменность скрывать. Мы стали деликатно благородными, когда заманиваем самку мы в кровать. И когда жрать нам, как шакалам, хочется, мы не кричим об этом на весь мир, чтобы не спугнуть нам осторожных особей, тех, у которых мы жратву отнять хотим. И мало интересно нам такие же, как мы, голодные, что мы возьмем у них? Еда у тех, кто не страдает дистрофией, и самки лучшие, как правило, у них. Несправедливо это, согласитесь вы. Ведь мы ничем не хуже тех самцов, что наверху. Мы честные, независливые. Мы благородные и умные, в конце концов. Перевороты и майданы научили нас, как пищу отнимать у тех, что наверху. Энергию с собой недовольных масс надо возглавить и забрать эту еду. Такая непростая технология, но научили революции вожди, надо казаться очень благородными. Иначе массы на Майдан не завести. А второе стихотворение называется «Размышления начинающего политика». Мифы меняются, меняется история, и по-другому уже смотрим мы назад. Если бы дважды два мешало властной траектории, ответ тогда был не четыре, был бы пять. Вот интересно, сколько нужно времени, чтобы народу переформатировать мозги? Хватит ли жизни одного лишь поколения, или понадобится не одно, а целых три? И интересно, а из крови можно вытравить память о прошлом, или все равно она всплывет? Можно ли уничтожить память переписанными книгами, или гарантии нет, что каждый их прочтет? Хотелось бы понять, чем эффективнее уничтожать память народа навсегда, чтобы и продуктивнее, и оперативнее, и чтобы без затрат особых и труда. Молитвой, заклинаниями, притчами, докладами, речами или спичами, проверенными правильными книгами, газетами правдиво-неполживыми, а может быть загадочными смыслами, целями благородными и высшими, лицами светлыми и симпатичными, зовущими на митинги демократичные, или закрытыми железными границами, с надежными тоталитарными режимами, с расстрельными проверенными списками и осуждающими подписными письмами, с прекрасной жизнью, теплой и сытою, различными научными защитами, наградами героев и спасителей, посадкой в уважаемый президиум, или напротив, с рынками открытыми, с доходами, офшорами сокрытыми, что с олигархами и капиталистами, и преданным им до конца правительством, завлечь дисконтами, процентами и скидками, или надежнее долгами и убытками, займами, ипотекой, докредитами, рейдерами, приставами и бандитами, а может быть зачистками нацистскими, лозунгами правоэкстремистскими, или все делать поспокойней, пацифистами и идиотами полезными, идеалистами, или попробовать опасными ковидами, герпесом, гонореями и спидами, но тут опасностей немало непредвиденных, еще и сам подхватишь вирусов невидимых, подсказывают музыкой, лихою, заграничною, с текстами непонятными различными, с супернизами и крутыми битами, и с темпами за 200, очень быстрыми, чтобы не думали, не подвергали критике, куда, зачем и почему ведут политики, чтобы было весело, чтобы не до аналитики, чтобы на уме был лишь каитус, а не митинги, а может проще все, бутылкой недопитую, квартирой с небольшими габаритами, рожей битой, мятой и небритую, и с анекдотами на кухне, с сеньоритами. Вот видите, как все запутано в политике, и не подскажет вам никто, как ни проси, ни маркетологи, ни имиджмейкеры, ни критики, придется самому до понимания дойти. Вот такие стихотворения придумал я для этого юбилейного, 13-го выпуска рок-поэзии, в перерывах между сочинением и исполнением песен, сельхозработами на своей даче и ответами на ваши комментарии. Но что меня в последнее время радует, так это то, что некоторые наши подписчики стали комментировать мои посты стихами, так же, как и я, подтверждая мысль Иосифа Бродского, что поэзия – это видовая цель человечества. На этом с вами прощаюсь, жду ваши комментарии, и иду набираться впечатлений для подготовки следующего выпуска рок-поэзии. До свидания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok